Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Именно об этой игрушке написало стихотворение Агния Барто в середине 30-х годов прошлого столетия. Когда придумали саму игрушку, точно неизвестно, но она считается традиционной. Таких бычков делает мастер из-под Воронежа. Всего на выставке товары представили более полусотни приходов. Продукция, ну она достаточно все, в большинстве своем делана своими, как бы, руками. Люди делают, выращивают сами продукцию. То есть она достаточно чистая. И если, допустим, делаются игрушки, то они делаются, ну, в общем, достаточно качные. Надо, чтобы люди сами посмотрели. Православная выставка-ярмарка развернулась в Анапе впервые на неделю. В первые дни ее работы с организаторами встретился глава курорта. Храмы привозят, свою продукцию, которую делают. Они, ну, в монастырях, да. Они там, у них детей содержат, маленьких там всяких. Это храмы нашей епархии? Это епархии. Они приезжают с Владивостока, Калининграда. То есть это собираются именно со всей России. Вот эти вот люди ездят, потом едут в Калининград, потом едут в Москву, Нижний Новгород. Это, знаете, как... Я на Томане видел там. Их порядка тысячи компаний, понимаете. Все, я понял. Сергей Сергеев дал поручение усилить охрану общественного порядка и пообещал Сергею Губскому рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества. За неделю выставку посетили сотни человек. Детский ассортимент пользовался особым вниманием. Это также старинная забава для детворы, полезна для развития мелкой моторики. Вариантов игрушек на таком или похожих принципах несколько. Их специально продают неокрашенными, чтобы у детей была возможность для собственного творчества. Также среди монастырской продукции травяные сборы, чаи, мыло и шампуни, сделанные по старинным рецептам. Некоторые из которых добываются в местных архивах и записаны от руки. Вот это мыловарня. Прям мыловарня на территории монастыря. И все, что здесь представлено, делается прямо на мыловарке. Делается как раньше. Называется холодным способом. То есть ни мыло, ни варится, ни шампуни ничего. Оно делается от нуля. То есть неваренное. Все сохранено. И процесс созревания очень сложный. Несколько недель от 12 до 28. По словам Надежды Мещеряковой, монастырская продукция не дороже обычной магазинной, но более натуральная. Гречневая крупа, также высушенная по старинным технологиям, расфасована по килограмму, а не по 800 граммов, как сегодня делают на заводах. А один пакет стоит 70 рублей. Организаторы говорят, что ярмарка будет работать до пятницы.